Добрый вечер! Вы смотрите новости. С вами Маргарита Шкарабурова. Мы расскажем вам о самых важных и интересных событиях Орска, Новотроицка, Гая и всего региона. Итак, о чем же пойдет речь в этом выпуске? С 3 февраля школьники Орска отправляются на дистанционное обучение. Все подробности в этом выпуске новостей. Ученики 27 школы Орска боятся переходить через дорогу к своему учебному заведению, потому что прямо на пешеходном переходе проживает стая собак. Все подробности в этом выпуске. Плановый прием граждан в поликлиниках Орска остановлен. Все из-за большого роста заболеваний коронавирусной инфекцией. Все подробности узнаете в этом выпуске новостей. Чем же посыпают дороги Орска? Какой процент соли содержится в этой смеси? И будет ли гнить машина? Разбирались Наталья Бекер и Виктор Литовский. Школы Орска с 3 по 13 февраля отправляются на дистанционное обучение. Решение принято 1 февраля на заседании городского антиковидного штаба. сообщили в пресс-службе администрации. Родителям дошколят, рекомендуют по возможности ограничить посещение детских садов. Денис Морозов, начальник Юго-Восточного территориального отдела управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, сообщил, что сегодня эпидобстановку в городе определяют школьники. По сравнению с прошлой неделей наблюдается значительный прирост заболевших ковидом. 44% из них – это дети. Обеспокоены уровнем заболеваемости среди детей и врачи. Поток обращений в поликлиники настолько велик, что отработка вызова на дом часто может занимать до двух суток. Опыт Оренбурга, где школьников перевели на дистанционное обучение еще в начале прошлой недели, уже говорит о снижении показателей по острым респираторным заболеваниям. Главный врач горбольницы номер 5 Никита Молодцов считает, что крайне важно сейчас разобщить детей. По предписанию Роспотребнадзора медики проверяют на коронавирус всех пациентов с признаками ОРЗ. С начала года по ковиду показатели выросли более чем в 3,5 раза, по ОРЗ – в 2 раза. В онлайн переходит и дополнительное образование. Разрешены лишь индивидуальные занятия в учреждениях спорта и культуры, связанные с подготовкой к соревнованиям и конкурсам регионального, всероссийского и международного уровней. Плановый прием граждан в поликлиниках Орска временно остановлен с 1 февраля. Эту информацию Орск.ру подтвердили в региональном Минздраве. Такое решение принято в связи с большим количеством заболевших COVID-19. Все силы медработников снова направлены на борьбу с коронавирусом. Это поможет решить проблему с очередями и сделать так, чтобы медицинскую помощь не приходилось ждать долго, пояснили в Министерстве. Если пациенту необходима экстренная помощь, его, разумеется, специалист примет, сообщил главврач горбольницы номер 4 Павел Орлов. В любом случае, если вы были записаны к врачу, позвоните и уточните, состоится ли прием. В администрации Гайского городского округа прошло очередное заседание муниципального оперштаба, на котором было принято решение, касающееся школьников. Напомним, сейчас в муниципалитете отмечается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. Тем не менее, в школах округа сохраняется очный формат обучения, как минимум до пятницы 4 февраля. В последний рабочий день текущей недели оперштаб будет вновь обсуждать эпидемиологическую обстановку и принимать решение о возможном переводе школьников на дистант. Склонность к депрессии и раздражительность могут возникать у людей, переболевших коронавирусом. Об этом заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он уточнил, что опрошенные пациенты жаловались также на быструю утомляемость и потерю памяти. По словам Проценко, у пациентов моложе 60 лет постковидные симптомы обычно проходили за 2-3 недели. У пожилых людей это затягивалось до 2-3 месяцев. Ну а теперь переходим к статистике распространения коронавируса в Оренбургской области. За сутки ковид выявили у 1274 оренбургцев. Всего с начала пандемии 119 159 случаев. На сегодняшний день выздоровели 102 163 человека, 286 за минувшие сутки. В стационарах находится 629 человек с диагнозом ковид, 161 в тяжелом состоянии, 23 на искусственной вентиляции легких, 335 получают кислородную поддержку. Еще 437 оренбургцев в состоянии средней степени тяжести, остальные в удовлетворительном. Всего в регионе зарегистрировано 3597 летальных случаев. За сутки пять. Любая новость о посыпке дорог Орска пескосмесью в комментариях собирает множество мнений от экспертов, точнее от тех, кто себя к ним причисляет. Достали разводить эту жижу, потом все машины гнилые, хватит сыпать на дорогу реагенты. Специально для Арчан мы подготовили материал на эту тему, чтобы развеять некоторые мифы или наоборот подтвердить. Что вообще такое пескосоляная смесь? Это механически смешанный, мытый чистый песок и соль, галит минеральный. В каком соотношении компонентов она используется на наших дорогах, расскажет главный инженер МОПСАТУ. То есть 90% идет песка, 10% соли. Либо, ну правильно он называется, галит минеральный. Но мы месим его по-разному. По какой причине? Это зависит в принципе от климатической обстановки, то есть от температурного режима, либо количества или плотности снега. Соотношение может меняться 80 на 20, 70 на 30, 60 на 40 и максимальное значение 50 на 50. Но соотношение 50 на 50 в нашем городе не применяют, потому что сам по себе галит минеральный хорошо работает и при минус 15 градусов. И песок свою абразивность не теряет, поэтому в таком, скажем так, тандеме песок и соль идеально работают в наших климатических условиях и при соотношении 90 на 10. Гниют ли машины от соли? Ответ – нет. Потому что галит минеральный не является реагентом. То есть это та же соль, из которой мы, например, готовим, только не очищенная, техническая. Машина от нее не гниет? Нет. Именно от этого сосуда? Нет. Налет на машине, да, образовывается, но он смывается. От него, в принципе, практически не страдает лакокрасочное покрытие. В наших реалиях добавляют специалисты, держать дороги в соответствующем состоянии без песка соляной смеси невозможно. Еще один плюс того, что мы делаем, не дает прилипать снегу к дорожному полотну. То есть и это потом легко убирается и сметается. Чтобы не образовывалась колейность? Такая колейность, наледь и тому подобное. И в завершении добавим, почему используется только чистый песок. Весной, когда уже все окончательно растает, остается много пыли и грязи. Так вот, чтобы этого не было, используется именно мытый песок вместо щебеночной пыли. Он намного быстрее и лучше убирается. Наталья Бейкер, Виктор Литовский, служба информации, телерадиокомпания «Евразия». Имеет ли право управляющая компания отказать в выдаче справки, если у ее клиента есть долги за коммуналку? С таким вопросом к нам в редакцию обратился арчанин Сергей Шошин. Я пишу за справкой. Справку выписали. Справки мне выписали, поставили все. Сказали, пройдем в 10 кабинет, только он там старший. А там, не знаю, должность женщины. Она сказала, раз он долги имеет, некие справки у меня. Долги я платит, а справку выписали. Поясняем. Сергею нужна была справка о составе семьи. И вот как раз ее, по словам Арчанина, ему и отказались выдавать. Из-за долгов в управляющей компании «Импульс». Директор компании по телефону пояснила. Арчанину она ни в чем не отказывала, но провела с ним беседу о том, что долги закрывать нужно. Собственник приходит в управляющую компанию за справкой. Проверяются долги, наличие долгов. Спрашивается, куда необходимо. То есть в такие учреждения, как на получение пособий, на получение каких-то льгот, беспрекословно даются справки. На получение продажи там уже начинается вести диалог. То есть если имеется задолженность, ведется диалог. Ну то есть как-то надо оплачивать эту задолженность. Все. То есть без уплаты долга вы справку не имеете? Ну в принципе справки даются всем и всегда. Диалог и компромисс всегда находятся между собственниками и управляющей компанией. Вы можете ответить на вопрос, если он придет в вашу управляющую компанию, ему дадут эту справку? Пусть он приходит ко мне. Ему дадут эту справку? Дадут справку, конечно. Возьмем все документы его и дадут. Не зависит от того, уплатит он долг? Конечно, конечно. Мы сейчас все документы его, отксерим, все с документами он приходит, чтобы у меня были документы его. Поясняем. И для сотрудников управляющих компаний, и для арчан. Справку о составе семьи не имеют. Право не выдавать. Даже если у человека есть долги. И отказ в выдаче документа – это нарушение права человека. Но, конечно же, это не значит, что можно забыть про долги. Просто два этих факта никак не связаны. Поэтому призываем всех действовать по закону. Арчанам? Платить коммунальщикам за их работу. Не копить долгов. Ну или, если таковые есть, закрывать их. А коммунальщикам – не нарушать права человека. Надеемся, так оно и будет. Кстати, получит ли Сергей справку, мы обязательно проследим. В ГАЕ завершено расследование убийства местного предпринимателя Торелла Мамедова. Преступление произошло в 2015 году и целых шесть лет не было раскрыто. Напомним, 24 декабря 2015 года около 9 часов вечера возле гаражно-строительного кооператива было обнаружено тело 37-летнего мужчины с многочисленными колото-резанными ранами. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве, но тогда полицейские не смогли найти преступника. Только в декабре 2021 года следователи смогли доказать причастность 23-летней Гайчанки к убийству Мамедова. На момент совершения преступления ей было 17 лет. Непосредственно после совершения преступления с целью отведения от себя подозрения в совершении убийства обвиняемая предприняла меры к искусственному созданию алиби. А последняя убедила своих знакомых сообщить органам следствия недостоверную информацию о нахождении ее в момент совершения преступления вместе с ними. Вместе с тем, в результате дополнительных следственных действий, в том числе анализа работы мобильного телефона, фигурантки с привлечением оператора сотовой связи, следствию удалось опровергнуть. Версию о нем новости подозреваемых. По данным следствия, девушка совершила убийство из-за личной неприязни к бизнесмену. Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. Увеличение пенсии и социальных пособий, послабление для должников и киносеансы по Пушкинской карте. Какие нововведения ждут нас в феврале 2022 года, расскажем прямо сейчас. С 1 января пенсию для неработающих пенсионеров увеличат на 8,6%. В январе пенсии выросли на 5,9%, поэтому в феврале одной выплатой пенсионеры получат доплату за январь и уже проиндексированную пенсию за февраль. Также с 1 февраля сразу несколько социальных выплат проиндексируют на 8,4%. Речь идет о маткапитале, выплатах ветеранам, пособиях беременным, а также по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан. О единовременном пособии при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию и других выплатах, не привязанных к размеру прожиточного минимума. Пример. Размер маткапитала на первого ребенка составит 524 500 рублей, на второго – 693 100 рублей. С 1 февраля приставы при списании долгов будут оставлять на счетах прожиточный минимум. Но такая услуга не будет автоматической. Должник должен будет обратиться в подразделение судебных приставов с соответствующим заявлением. Однако новый закон коснется не всех. Не попадают под него задолжавшие по алиментам и преступники, которые должны выплатить ущерб потерпевшим. За сексуальное насилие над детьми будет грозить пожизненное лишение свободы, если преступление совершено повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних. Ранее пожизненный срок грозил только за изнасилование ребенка младше 14 лет, если обвиняемый был судим за аналогичное преступление. Обладатели Пушкинской карты смогут расплатиться ей в кинотеатрах за билеты на отечественное кино, которое снято при поддержке Министерства культуры. Напомним, Пушкинскую карту могут оформить россияне от 14 до 22 лет на портале госуслуг. Каждый участник получает по 3000 рублей на виртуальную карту, которую можно потратить на культурные мероприятия не только в Орске, но и в любом городе России. Пожалуй, это одни из самых важных изменений с февраля 2022 года. Ну а чтобы ничего не пропустить, обязательно читайте сайт orsk.ru и смотрите телеканал Евразия. Ну а мы обязательно обо всем расскажем. Ксения Семененко, Виктор Литовский, служба информации, телерадиокомпания «Евразия». Выбор богатый. Самогонные аппараты, пивоварни, коптильные, автоклавы, сушилки, натуральные оболочки для колбас. Приходите, приезжайте, покупайте. Мастерская застолья «Русская дымка». Орск, проспект Ленина, 35. Телефон 305-776. Проблема со слухом? Не падайте духом. Спешите за помощью в Центр Мирслуха. Аппараты слуховые, заушные цифровые, невидимые, микро. 42-20-358. 33-0-0-3-3. 33-0-0-3-3. 33-0-0-3-3. Такси-сити, набери. 33-0-0-3-3. В Орске у школы номер 27 есть пешеходный переход, через который дети ежедневно идут на занятия. Все было спокойно, но осенью прошлого года там начали появляться бездомные собаки. Но сначала они мерно спали. Они вот одна, две спали. Ну как бы не трогали. Не страшно было ходить мимо, ничего страшного. А потом они стали, количество их увеличиваться, они начали бегать, гавкать на машины. Их кормят тут прям тут же на пешеходном переходе, тут же на люках, еда лежит. Ранним утром на этом месте мы насчитали 8 собак. Они мирно спали, на проходящих мимо людей особо не реагировали. Но наступает момент, когда животных выходят кормить местные жители. И происходит это прямо на тротуаре у зебры. И тут реакцию собак вряд ли угадаешь. Елена все прекрасно понимает. И законы знает, и собак ей жалко. Но ее просьба простая. Не кормить животных прямо на тротуаре, где ежедневно переходит дорогу большое количество детей. Они по-разному себя ведут. Иногда вот спят. Вчера тут прям вот они бегали, гавкали. Мой ребенок боится. Боится прям. И мне страшно отпускать его. Собак жалко, безусловно. Но, может быть, кормить их где-то в другом месте, я не знаю. И в завершении напомним, что в настоящий момент управлением жилищно-коммунального дорожного хозяйства и транспорта администрации города проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика, который будет заниматься отловом, стерилизацией, содержанием бездомных животных. Но уже сейчас арчане могут оставить заявки на отлов по номеру телефона 20 66 45. Наталья Бейкер, Андрей Энгель, служба информации, телерадиокомпания «Евразия». Во дворе дома номер 6 по улице Кутузова в Урске волшебным образом пропала часть щебенки. Щебенка эта принадлежит управляющей компании. Коммунальщики посыпают ею тропинки. И вот тайна раскрыта. Мужчина и женщина попали на камеру видеонаблюдения. Они с лопатой на санях везут два мешка щебенки. Куда и зачем – непонятно. Но зато понятно, что они взяли чужое. Нехорошо. Думаем, что мужчине и женщине было бы лучше вернуть то, что взяли, и извиниться. Ворский водитель белого микроавтобуса на пересечении улицы Тагильской и проспекта Ленина, как ни в чем не бывало, проехал на красный сигнал светофора. Не учел он, что все происходящее снимает камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как шофер ждет, пока пешеход перейдет дорогу. И после, преспокойно, первым едет дальше по своим делам. В любом случае он грубо нарушил правила дорожного движения, за что попадает в рубрику «Водятел». Напомним, эту рубрику придумали для того, чтобы туда попадали самые злостные нарушители правил дорожного движения. Расшифровывается она как «Водитель», «Я творческая езда и любитель». Если у вас есть герои для этого раздела, присылайте нам. Наши пароли и явки вы видите на своих экранах. Постановлением главы Урска утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья. Согласно этому документу, в настоящее время один квадратный метр в нашем городе стоит 32 892 рубля. Подчеркнем, это именно средняя величина. Понятно, что квартиры одной площади, расположенные условно на площади Комсомольской в поселке Щебзавода, будут стоить по-разному. Помимо этого, имеет значение время постройки дома, качество ремонта и многое другое. Средняя стоимость составляется чиновниками городской администрации на основании мониторинга цен. Эта величина нужна им для проведения разных расчетов. Например, чтобы спрогнозировать, сколько денег планировать в бюджете на приобретение квартир для переселенцев из ветхого аварийного жилья, сирот, молодых семей и так далее. Интересно, что в прошлый раз аналогичное постановление глава Урска подписывал в декабре 2020 года. Тогда один квадратный метр стоил 26 959 рублей. Таким образом, за год жилье в нашем городе, если верить подсчетам специалистов городской администрации, подорожало на 22%. Почти тысяча оренбургских семей льготных категорий смогут решить в этом году жилищный вопрос при поддержке государства. На эти цели в 2022 году выделят почти полтора миллиарда рублей. Причем большая часть – это средства областного бюджета. По сравнению с прошлым годом, сумма поддержки выросла в полтора раза. По инициативе губернатора в этом году на 100 миллионов рублей больше увеличат объем средств социальных выплат на приобретение или строительство жилья многодетным семьям. С учетом уже заложенных денег, регион направит на реализацию этой меры поддержки более 150 миллионов рублей. Многодетные семьи нуждаются в поддержке. В прошлом году мы получили много обращений по поводу обеспечения жильем. Очередь двигается медленно, поэтому выделили дополнительные средства на решение вопроса. В прошлом году региональное министерство социального развития направило более 800 миллионов рублей на обеспечение жильем льготных категорий оренбуржцев. Это позволило решить жилищный вопрос 780 семей. Так, для детей-сирот приобрели более 600 квартир. Единовременные денежные выплаты свыше 20 миллионов рублей получили 19 вдов, участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Социальные выплаты на приобретение или строительство жилья получили 33 многодетные семьи. Кроме того, выдано свидетельство на уплату части первоначального взноса на ипотеку. Также государственная поддержка позволила решить жилищную проблему еще нескольких оренбуржцев льготной категории. Это вынужденные переселенцы, люди с ограниченными возможностями здоровья, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, семьи выехавших из районов Крайнего Севера. В январе 2022 года на свет появились 17 новых жителей Гайского городского округа, 12 мальчиков и 5 девочек. Популярным именем для новорожденных мальчиков стала Дмитрий для девочек – Варвара. Для 15 пар прозвучал марш Мендельсона, расторг для отношения, 12 пар, сообщает отдел ЗАГС. В дворец спорта юбилейный вход теперь только по QR-кодам. На странице в инстаграм хоккейного клуба «Южный Урал» появилась следующая информация. Оценив эпид-обстановку в Уорске, правительством Оренбургской области принято решение вести дополнительные ограничительные мероприятия. А именно, на домашней матче Южного Урала, которые состоятся 1, 3, 5 и 7 февраля, количество билетов будет ограничено. На арене могут присутствовать не более 500 человек. И главное – обязательно наличие QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесенное ранее заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Ну и маску при себе иметь, конечно же. Вышесказанное, вероятно, опечалило многих болельщиков. Но не забываем, что есть альтернатива. Все матчи южноуральцев мы показываем в прямом эфире. Трансляции смотрите на сайте orsk.ru и на телеканале Евразия. Для этого не нужны ни маски, ни QR-коды. Партнер программы «Мастерская застолья «Русская дымка» на Ленина, 35. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok